привет меня зовут кафе ринана ты на моем канале youtube я сегодня сменила фон из домашнего на парковый сегодня даже в шляпе пошла так вот хочу сразу предвосхитить вопросы всех тех кто будет в комментах писать что у меня что-то с губой да у меня что-то с губой это остатки уже простуды которая у меня была и вот губу разорвало и в общем теперь синий все хорошо сейчас заживет болячка и будет обычная классическая моя стандартная губа сегодня хочу поделиться своим опытом и результатом того как я снижала свой кортизол напомню что весной примерно в феврале в марте я сдавала кортизол по совету своего инструктора и он у меня был сильно повышен причем он был повышен в принципе там и для утренних и для вечерних показателей есть определенные величины и он был сильно повышен и он сказал что давай попробуем сначала принимать бады здесь поставлю картиночку бадов которые я принимала отказаться от кофе чай только утром черный одну чашку дальше можно до обеда пить зеленый чай а вечером только воду старайся снизить стресс и посмотрим через несколько месяцев что будет с кортизолом если он продолжит быть повышенным то это нужно будет уже более серьезные какие-то приемы применять так вот я от всего этого отказалась более того я с июня месяца вот уже практически два скоро будет как уволилась с работы и сейчас у меня нет стресса такого как работа и поэтому я решила сдать повторно анализ на кортизол то есть я не стрессуя на работе два месяца я не пила кофе я принимала бады и старалась еще ложиться спать пораньше и собственно вчера пришли результаты анализов и выяснилось что кортизол у меня не только снизился до нормы но и он вполне себе даже в средних границах нормы и и я могу сказать что результат себя оправдал и бады и отказ от кофеин содержащих напитков и по возможности уменьшения стресса хотя от работы стрессовой я ушла но в определенных условиях я выкладывала видео о том как я попал в больнице то есть это был тот еще стресс вот стресс он присутствовал в моей жизни но не в таких больших количествах как был вот когда я работала на своей последнем на своем последнем месте работы так что если у вас плохое состояние здоровья вы не высыпаетесь нету сил или что-то такое попробуйте сдать кортизол обратитесь к врачу чтобы обычно вот гинеколог назначает такие анализы вот обратитесь к врачу попросите чтобы вам назначили кортизол и может быть он посоветует еще какие-то другие анализы сдать и проверьте вообще свои гормоны потому что как выясняется и как я в последнее время убеждаюсь гормоны они влияют очень на многое и вот если в 20 лет это как-то очень просто проходило и я восстанавливалась очень легко то вот мне сейчас 33 скоро 34 и я понимаю что здоровье гораздо важнее чем было раньше потому что здоровье она прям при малейших каких-то нюансах особенно стресс вот стресс прям очень сильно бабахает по моему здоровью и я сейчас стараюсь максимально избегать всех возможных стрессовых ситуаций и заряжаться позитивом и максимально отдыхать так что я надеюсь мое видео каким-то образом вам поможет натолкнет идейно на то чтобы заняться своим здоровьем и в общем все будут здоровы и счастливы и на позитиве с вами была анна кафырина всем хорошего дня пока пока